Мои хорошие, доброе утро. Доброе утро. Позволилось ей поспать чуть подольше. Я сама от собой в шоке. Я все лучше и лучше сплю. Я рано засыпаю и поздно просыпаюсь. Я прям сплю. Мой организм начал будто восстановление что ли. Я прям начала спать. Спокойно, вы понимаете? Я всегда спала спокойно. Меня никогда не мучили ни кошмары, ничего никогда. Господи, спасибо за это. У меня в жизни не было просто ничего такого. И это, представляете, как говорится, заплати налоги и спи спокойно. Время, вот 40 минут десятого доходит, я еще даже компьютер не включала рабочий. Вообще. Я вот только вышла из душа, я почистила зубы, расчесалась, намазала лицо кремом два раза. Перебрала постель. Ну как? Натянула одеялко, простынку расправила. Сейчас немножечко полежит, подсохнет, взбила подушечки. Там простынку-то уже натянула. Все, смотрите. Там-то уже все чистенькое натянуло. Знаете, кто-то там говорил, типа, не меняешь белье так долго. А зачем мне его менять-то, если оно чистое? Ну вот так разобраться, зачем мне его менять? Я не понимаю смысла перестилать белье, если оно чистое. Мне оно не надоело, мне оно нравится. Неужели вы думаете, что я своим чутким носом не замечу или там белье, что оно запачкалось? Да, конечно. Ага, ага, точно. Я захожу в комнату, в чью-нибудь, я уже чувствую по белью. Я чувствую запах духов, допустим, на подушке. У Олеськиных духов запах. Когда я его спала у Олеськиных, запах духов у Олеськиных я чувствую на подушке. Я перед сном моюсь так, прям вот моюсь, прям вот до скрипоты. Я ложусь чистым телом туда. Столько, блин, комментариев я вообще не могу. Столько вот мы научили. Так, вот он мне, Серёжа же привёз вчера телефон. Какая, блин, дай Бог человеку здоровья. Я ему ещё говорю, Серёжа, я живу в доме с своими... Блин, я кофе поставила, воду поставила, кофе не положила. О, блядь. Вы, пожалуйста, следите за мной. Ну, я не знаю, как это может быть. Крикните мне, маякните, Инна. Что ты делаешь? Что ты варишь? Воду? Приятного водопития скажете мне. Это у меня эгоист. Кофе, кофе. 9.38, это жесть просто. А у меня вот эти часы немножечко бегут, что ли? А нет, 9.38, всё правильно. У нас похолодало, и похолодало сильно. Ну, всё как и говорили. Прям вот похолодало сильно. И окно сейчас открыто. И так дует сильно. Вообще, просто воздухом, просто ледяной. Я проснулась в 6, поставила телефон на зарядку. И легла обратно. И проснулась, представляете, и проснулась в 8. Проснулась в 8. И думать, я встала в 8. Хер-то там. Так, этот телефон включаем. Сейчас по-любому там наебашили что-нибудь в группу уже. В нашу общую. Причём я вчера, когда была на работе, там в сдеке, занималась одним вопросом. В общем, опять же, этот мой машиностроительный завод. Тот, который из электростали. Тот, который входит в группу Росатом. Я вот с ним не ебалась. Вот в Венгрии. А сейчас 26-го... Тут присылать сообщение. Инна, доброе утро. Меня зовут Елена. Я Ирине карточку отправляла. А-а-а. Так, ну как, значит, переключиться. Так, меня зовут Елена. Я менеджер ИП Белых ЛВ. ИП. ИП. Я менеджер ИП ЛВ. Мне вчера пришло сообщение, что теперь с вами работаете. Что вы с нами работаете. Я Ирине карточку отправляла на оформление договора. А результата пока нет. Так, меня зовут... Так, Елена. Меня зовут Елена. Сейчас. Елена, здравствуйте. Да, всё верно. Это сообщение, которое вы получили, написала вам я с Ирининого телефона. Что Иринка больше не работает. Карточку вы направили, но там неполные данные в ней. Не хватает банковских реквизитов. Вроде как, вот я помню, что у вас это... Открыть счёт вашего предприятия был на открытии. Либо вы что хотели изменить. В общем, банковские реквизиты, да, и мы заключаем договор. Всё правильно, все реквизиты, всё необходимое есть. Карту предприятия вы направляли, но банковских реквизитов нет. Язык заблитается, как будто бы пьяная. А здесь какая-то прослушает сообщение. Блядь, 13 сообщений в группе. Я не знаю. А, это, наверное, вчерашние. Нет. Так, Александра сегодня написала. Даша, выдели скотчем фирменным. Квадрат для бесконтактной выдачи посылок. Это должно быть по требованию. Посылка, да. Отклеить по периметру? Супер. Нет, достаточно. Так, я не видела, что вы сделали. Спасибо, Дарья. Грязно только. Грязно только. Очень при наличии времени надо протереть и заменить грязный скотч. Протираю каждые 2 часа. А расходники пришли? Саша пишет, да, конечно, я так поняла, что да, шикарь, непаки есть. Спасибо. Да. Так. Доброе утро. Доброе утро. Расходники. Ходники пришли в понедельник. Пришли в понедельник. Так. Даша. Душа. Т9 очень ёбнутый. Даша. Посмотри. Пожаусто. Сообщение запроса. Мы в программе отвечали. Так вот, поэтому по электромашиностроительному. Они в конце февраля отправляли... Даша, посмотри, пожалуйста, сообщение запроса. Они отправляли, блядь, 28 февраля в Германию письмо. Там были оригиналы документов. И письмо, естественно, не вручено. Европа не принимает. Его, блядь, развернули. Стоимость конверта там что-то 3 700 до какого-то города. Стоимость доставки. И сейчас, блядь, это письмо, оно зависло на возвратном складе в Москве. На нашем СДЭКовском. И, блядь, там оригиналы документов. И говорит, что оно не пришло. И вчера я себе ебала мозги вот с этим письмом. Сообщение запроса. То, сё, пятое, десятое. Господи, а. Какой клиент проблемный. Вот, сам по себе, знаете, они классные ребята. Они отправляют всё. Денег. Ну, блядь, ну, очень много с ними заморочек. Очень много. Закрыт, блядь, надо, окно. Если честно, я встала утром, спала с закрытым окном. Утром встала, когда пошла, попила водички. Пошла, поставила телефон на зарядку. И открыла окно. Два часа я, блядь, то ли с открытым горлом спала. А вот так вот, наверное, спала. Откуда я знаю? То ли я спала с открытым ртом. У меня реально, у меня прям горло першит. По поводу имбиря. Я не знаю, у меня утром, мне хотелось прям спать. Мне прям хотелось, чтобы у меня была какая-то... Вот. Дайте я вам покажу. Дайте покажу всё то, что я люблю утром в раковине. Сухая, чистая раковина. Вот, сухая, без единой капельки. Когда с вечера вымоешь посуду, вот так вот всё получается. Сухая, чистая раковина. Боже, как это прекрасно. Вот это вот я очень люблю. Я, знаете, радуюсь мелочам. И это, что я говорила? Ну, Саша взбодрит всех. Вы что думаете, мне деньги просто так платят? Я ей деньги, кому просто так платят. Так. Так, тут, вот, опасно. Вот на этих комфорках, это такое маленькое одолнышко, не очень-то, да, удобно поставить. Поставила чайник. Сделаю чай с имбирём. Чай с имбирём зелёный. Буду попивать. Для повышения иммунитета. Что все пьют, я тоже буду пить. Но смысл-то не в этом, я начала говорить. Всё же мне кажется, даже не кажется, а я уверена, что имбирь мне даёт какую-то слабость. Потому что утром, именно утром, по утрам я чувствую слабость. Именно в день после того, как я пила чай с имбирём. Я проверю ещё раз. Я не верю в такие совпадения. Я по утрам чувствую себя как конь. Просто. Лучше или нет? Я себя по утрам чувствую как конь. Мне кажется, получше стало. Ну, я реально, я прям встать не могу. В шесть, я проснулась в шесть, я думала, я думала, что время ночь. Я думаю, как-то вот я не выспалась, я бы ещё поспала. Даша. Вот, блядь, как работает. Дашка, это, не выговаривает букву «Р» вчера на мне про телефон. Смотрите, что я его забыл на работе. Пока ещё ничего не ответили, и тогда у меня тут же больше телефон не оставила, лучше ли? Вообще, я не могу. Не оставила случайно? А я такая, это, потом она мне звонит на этот, на личный, и всё, им телефон не оставила. Говорю, я не знаю. А я вот раскрыла вот это вот, всё сделала. Свои телефоны достала, думаю, ну а зачем мне этот маленький? Оказывается, у Даши такой корпоративный, рабочий. Потом точно такой же. У меня точно такой же, я пришла со своим. В общем, оставила тебе это. Как хорошо, блядь, что Трубин поехал. Всё же, хороший я человек, никуда не особо влепала. Так, это Лидия. Белова, они что с нами будут? Нет, включай, добавил. Или что? Банковские реквизиты шли. Нет, она ещё не прослушала. Какая девушка. С какой девушкой общаюсь? Какая прелесть. Какая прелесть. В полный рост на фотографию ватсап. Девушка. Это ватсап или это сайт знакомств. Сейчас мы почитаем переписку. Реально, представляете, я прям кашляю. Майлсдек.ру. Сейчас мы зайдём в Зимбру. Опять пасмурно сегодня. Пасмурно. Наверное, опять будет дождь. Да, кстати, дождь обещали. Опять ветер. Так себе погодка, я скажу. Так себе. Так, знаете, что я хочу? Я маршмоллоу. Маршмоллоу. А вот... А, я вспомнила. Помните, я показывала, что я много банок купила? Ну, не много, а четыре. Вон туда поставила. Видите? Сейчас вот это вот съем. И буду доставать по одной. В магазине она хранится не на полке. Значит, всё ок. Можно так жрать. Так, посмотрим, запланированная у меня на сегодняшний день. Надо только их убрать. Вы думаете, я сделала апелляцию? Вы думаете, я сделала апелляцию черта с два? Я ничего не сделала. Я работаю. Я работаю по 8 часов в день. И ещё я блогер. А ещё и лохматая. Блядь, идёт загрузка. Точно. Так, CRM. Сейчас мы посмотрим. Отчёт менеджера продаж. Так, сегодня 23 число. Я, кстати, даже сегодня не включала телевизор. Я быстренько вылезла из кровати, взбила подушечки, пошла в душ умываться. То, всё. Серёжки даже не надела. Так, 23-е. Сейчас. Ах, на сегодняшний день у меня запланировано. Два. Два. Два обзвона, тюмень, а, два, всё в тюмени. Тюмень, да, блядь. Сообщение. Вуаля. Вуаля. Универ охоты на гич на самом деле про серьёзный видеокурс. Курск. Новости, СДЭК, ТАЛЕРЦ. Будьте в лайф. Движение в Ритме Экспресс. Чё, блядь? Идите нахуй со своими корпоративными обучениями. Не отнимайте просто, блядь, у меня время. Распоряжение о работе Республика Беларусь. Сейчас мы откроем. Приказ. Наши офисы так. Республика Беларусь, СДЭК. Приказ. А 22 апреля о работе компании в связи с празднованием Радоницы и майских праздников. 25 апреля рабочий день по графику субботы. 26 апреля у вас Радоница начинается. 29-го рабочий, 30-го рабочий. 1 мая выходной. СДЭК не работает. 2 мая рабочий день по графику субботы. 3 мая рабочий день по графику воскресенья у подразделений. Работающих в воскресенье. Оплата за дежурство производится согласно утвержденным положениям об оплате труда. Необходимость вывода дополнительного персонала на дежурство должно быть согласованных с функциональным руководством. Радоница у вас начинается. Класс. Периодически возникает ошибка при печати заказа. Блядь, и много. Ну как хорошо, что я вовремя встала. Как хорошо. И ничего не убежало. И я просто довольна. И пенка осталась. И я прямо вот... Вот эта вся корпоративная рассылка, она занимает столько времени. Она такая, блядь, никчемная. Она носит вообще самый маленький информативный характер. А это же нужно все удалить. Это же нужно зайти в почту. А вот ты среди вот этого вот чепухи, ты просто не увидишь свое. То, что нужно тебе. Ты просто не увидишь то, что тебе нужно реально. Чай по-прежнему вот такой вот. Ну, он крупно-листовой, он... Видели, да, какие лопухи? Вот столько. А, блин, Инна, ну что ты такая тупица, а? Опять забыла про ситочку, что у тебя есть. Ну вот, пожалуйста, дождь пошел. Слышите, по подоконнику. Хули надо от меня кому-то. У меня все, все на беззвучном. Это либо новые... О, да? Не держится, да? А-а-а! Горяченький. Так, в одну кружку наливаю... Чай. В одну кружку чай. В другую кружку кофе. Так, ложку я не буду. Этой ложкой я буду есть маршмолон. Что, я 25 ложек буду марать, что ли? Эта ложка прекрасная, ну и что, что она маленько в кофе? Мое маршмоллоу, мое кофе. Из этой банки больше никто есть не будет. Так, и мне нужно имбирь подсыпать. Не подсыпать, подрезать. Я думаю, чтобы не запаривать, на два раза хватит, да? Столько вот количества чая. Ну, сейчас оно распухнет, такими этими будет. Ну, если у меня опять будет какая-то слабость, это будет вообще пиздец просто. Может, я вам много кладу? Ну, что много, да? Ну, что такое тут? Для такой кружки большой, для такой бадье. Ну, вот я, в общем, кладу четыре. Потом я их съем. Знаете, четыре штучки. Чтобы был имбирный напиток. Ну, а как? Вот у меня. У меня еще много. Так, полотенчиком уже можно достать. Какое-нибудь полотенчико. 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 Вот этого достанем. Все ровненько, да? Да, так у меня вообще? Стопочка лежит. Я перфекционист. Ну, я так думаю про себя. Сейчас все я буду пить. Надо же, а, дождь. Нет, ну, надо же. Опять грязь разъедет. Опять все. Так, что? Что-то у меня пиликало. Нет, это не рабочие чаты. Это мой телефон. Хули надо, блядь. Сообщение из Инстаграма. Они заебали, блядь. Ну, с кем я вступаю в переписки, я это удаляю. Мне бесит, блядь, звук сообщения. Я не могу просто. Ну, я прочитаю сообщение. Все, мне следующий человек, когда он мне пишет, он меня уже не беспокоит. Он у меня уже на беззвуке. Ха. Фуфаев написал. Здравствуйте, вы такая шикарная женщина. Недавно вас стал смотреть на Ютуб. Это просто огонь, а настроение с вами клюкнуть. Так. У меня же, знаете, да, о том, что у меня такой телефон, что у меня нет смайликов. Доброе утро. Так. Читаем дальше комплименты. Так. Сергей, да? А, так. Тут Сергей. Если... Он мне вчера писал, когда у вас будет миллион подписчиков, буду горд, что вы мне ответили. Так. Сергей, привет. Доброе утро. Посмотрю чуть позже. Начинаю рабочий день. Так. Сандра мне написала. Ну-ка. Еще раз. Доброе утро, Инна. Я прослушала свое предыдущее голосовое послание вам и ужаснулась. Я не так плохо говорю по-русски, как это прозвучало. Поэтому еще раз извините. Но данное послание я вам честно говорю, прочитала. Ну, потому что... Она хорошо говорит по-русски? Что без запинаний было по-русски. По-русски. Ну, и она не... Ну? Доброе утро, Инна. Ну, слышит акцент. Мне безумно приятно, что вы ответили голосовым сообщением. Доброе утро и хорошего дня. Вы очень хорошо говорите по-русски. Учитывая то, что вы не живете в России, вы идеально говорите по-русски. Так. Ульяна, доброе утро. Доброе утро, Ульяна. Евгений. Круто, большое спасибо за ответ. Здравствуйте. Это, конечно же, моя страница. А, вот он писал мне. Сирия, да, наверное, вам? Вот этот вот зеленый, белый, черный, и тут полоса красная. Наверное, парень не Сирия, Евгений. Типа, Инна, это твоя страница? Я пишу, да, да, здравствуйте, это моя страница. Всем, кто сомневается, я всегда понял, ваши видео очень прикольные, всегда поднимаются в странице, особенно этот дебильный карантин. Сергей из России. Это уже другой Сергей. Вы очень красивые, обожаю вас. Просто знаете, это Арина написала. Как можно в такую женщину не улюбиться? Красивый носик, это мой любимый. Красивый носик. У меня уже, чтобы песка была, не верена. У меня глаза красивые. Глаза, губы, красивые. Она действительно красивая. Есть кто полюбить. Ясно? Я пьяненькая, выебанная. Господи, да, пускай так всегда будет. Сделай. Сделали нарезку. Блин, представляете, сделали нарезку из моих видео. Ой, какая милота. Какая милота. Большое спасибо за поднятие настроения. Я вообще не могу. Вот так с ними я уже переписывалась. Так, потом еще у меня один парнишка сердечко прислал. Рейго. Так. О, блядь, еще девять запросов, господи. Девять запросов на первоначальную записку. О, господи, я думала, вы даже не прочитаете, а вы взяли и ответили. Святая. Кстати, я очень хорошо говорю на пяти языках, поэтому если нужна помощь или перевод с турецкого, я всегда здесь. На пяти языках, да. Альмабек Акимов, блогер тоже, между прочим. Готовлю, ем, фантазирую. В тарелки. Так, 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 так. Тут сердечки прислали. Тут мне прислали. Инна, вот такая классная. Недавно наткнулся на ваш канал. Вы супер. Наткнулся, парень. Значит, я уже две недели жду ваши видео, а пока их нет, пересматриваю старые. Вы меня прям вытаскиваете из депрессии. Ваши видео все такие теплые. Спасибо вселенной за вас. Спасибо, что вы есть, сердечко. И, пожалуйста, не реагируйте на негативных, токсичных людей. Они не заслушивают вашего внимания и реакции. Ну, куда я поставлю, парня? Блин, закрыт профиль, подписаться в ответ. 345 публикаций Оли Грант, 18+. О-о-о-о-о, фотограф, показатель перевод. О-о-о-о, нифига, видишь, у меня какие люди есть? Люблю тебя, жду, не дождусь своего нового видео. Маршмалон, о-о-о, маршмалон. Так, ты лучшая. Спасибо. Вот, девчонкам я вчера в эфире передавала привет. Конечно. А, конечно. Во вчерашнем эфире. А они когда и та, и другая добавили себе в сторис, это такая милота. А вот. Ура, спасибо большое. Мы с вами чем-то похожи. Я тоже сильно матерюсь и люблю выпить. А это Светка Пипетка, та, которая из Германии, девчонка. Будем дружить. Это, конечно же, с радостью. Так. Так, потом Анастасия Католик очень ждала вашего сообщения. Так приятно. Настенька дождалась. Здорово, хорошего дня и новых идей для видео. Евгений. Все какие-то такие. Тоже, блядь, подписывался. Тоже закрытый аккаунт. А зачем закрываете аккаунт? Ну, зачем? Что вы там такого выкладываете? Так, девять запросов. Боже, 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 боже. Ой. Боже, боже, боже. Это просто кошмар. Тут мне выслали фото, где избивают ребенка. Я такое не люблю смотреть. Так. Сабир, Мерис, вы фан или нет? Доброе утро. Это моя страничка. Моя. Так, сразу же надо сделать, чтобы звука не было в сообщениях. Так, злая. Здравствуйте, Ирина. Так долго вас искала. Среди этих фан-аккаунтов. Наконец-то нашла. Это правда вы? Может, вообще фирменный привет Ирине Смеловой услышать? Ирина Смелова. Привет, моя дорогая. Привет. Конечно, это моя страничка. У меня, знаете, в сообщениях просыпаюсь. И мне столько сообщений. Я в жоке просто. Инна, вы очень душевный человек. Счастья вам, здоровья. С вами проводить время. Самый топчик. Умница. 002 Крис. Да? Тоже подписаться в ответ. Тоже. Доброе утро и хорошего дня. Так. Тоже сообщения на безвучку. Я, блядь, с ума сойду. Это кто? Видеочат завершен. Это кто нахуй? Ой, ой, ой. Ой, она ненормальная. Нет, вы посмотрите. Вы посмотрите, какие ёбнутые люди мне пишут. Вы украли у матки Инги имя. Вы Фио. Вы робот. Я дива на рождённая Ингород. Я матька Света Белого Инга. Агнии не соизволила долговые векселя. Не соизволяем эти, безусловно, долговые обязательства, ранее выписаны пришлыми чужекровными, за которых энергии батюшки Света Белого, все держители расплачивали живые души Света. Закрой свой рот. Ты Фио, ты фирма, а я живая. Это страшнейшее преступление. Из-за него все мародёры, преступники, навечно в ад. Соизволяем всем мародёрам в ад. Мародёр. Я сейчас штраф выпишу. Ты живая, я мёрт. А, ты фирма, а я живая. Ты фирма. Смотрите видео. Телефон она выключает. Ишь какая. Я ещё не понимаю, кто это, блядь. Видео-чат, видео-чат, видео-чат. Она ещё мне звонила? Кто это, блядь? Почему меня окружают, блядь, дебилы? Так, ну-ка дай-ка сделать глыточек кофе. О, боже, оно как раз остыло. Идите нахуй. Всякие ёбнутые мне ещё пишут. Сука, это идеально. Вот видите, темнее. Вот. Видите, видно, что покрашены. Ммм. Ну, когда-то съел. Порубанём. Видите, кофе ложкой не шла. Машвала. Ммм. Я не представляю, как это вкусно. Сейчас я скажу. Так, продолжим. Я надеюсь, все оставшиеся сообщения и такие нормальные. Я она вот написала. Ну вот. Вот. И на здравствуйте я решила вам написать. Никому никогда не писала. Из известных людей. Вы, звёздочка, возражаете меня позитивом. Убогие хейтеры на ютюбе просто подавятся своей желчью. Хочу, чтобы у вас всё было хорошо. Шубка огонь. Винишко с вами пью. Завтрак под ваше видео тоже. Ужин тоже. Не представляю уже ни дня без вашей компании. Умейте жить со вкусом. И я учусь так же. Из-за вашего позитива стала смотреть на мир. Видеть яркие краски. Вы умеете им заразить. Всего самого хорошего. Исполнение желаний. Радуйте, пожалуйста, нас вашими видео. И тоже у девчонки закрытый аккаунт. Сейчас напишу. Я на доброе утро записываю видео утреннее, сегодняшнее. Читаю ваши сообщения. Так приятно. Так, тоже на беззвучку, потому что я со всеми поддерживаю отношения. Так, Слава Близганов. Так, и на доброго времени суток. Спасибо вам за то, что вы есть. Вы дарите нереально позитивные эмоции. Заставляете верить в себя. И за вами очень интересно смотреть. Пусть все хейтеры пойдут куда подальше. Еще раз спасибо. Так, Слава на беззвучку. Слава, доброе утро и хорошего дня. Будем дружить. Так, Маркова Полина. Маркова Полина. Так, Слава что написала. И на добрый вечер вы в одном из последних блогов сказали, что сейчас у вас бродит домашнее вино. Я так загорелась этой идеей. Весь день думала об этом. Не могли бы вы поделиться рецептом, как вы делали вино? Мне почему-то кажется, что именно вы говна не посоветуете. Так, Маркова Полина, да? Полина, Полина, да. Полина, доброе утро. Делала его впервые интуитивно. Просто складывала ягоды, заливала водой теплой, кипяченой. Добавляла немного сахара и немного дрожжей. Видео на канале у меня есть. Примерно месяца два назад. Оно так и называется. Именно винодел. Ну что-то такое. Вот такое в названии есть. Гляньте, пожалуйста, там. Если честно, я уже забыла. И вообще я не толком не помню, что вчера-то было. А тут двухнедельной давности. Впервые, короче, дело. Рецепта никакого нет. Так. Вика Бревитина. Так. Это последнее сообщение, слава богу. И начало просто чудесно. Смотрю ваше видео, как с подругой беседу. Даже закурила вместе с вами. Видео на балконе сегодня. Вика, привет. Доброе утро. Рада тебе. Хорошего дня. Так. Все. В инстаграме ответила. Нет. Еще не всем. Блядь. Инна, посмотрите, это просто кошмар. Таир. Ну вот, это я смотрела, не вчера уже кто-то кто-то высылал. Это мамаша берет ребенка, его лупит. Русскоговорящая мразь. Видно, что какая-то не совсем благополучная семья. Маргиналки-то. Я смотрю, его будут лупить в видео. Вы посмотрите. Вот это вот, представляете? О, это ужасно просто. Это просто ужасно. И сейчас идет розыск. Идет розыск, в общем, вот этого. Добрый день, доброе утро. Пожалуйста, держите меня в курсе. Если вот эту вот идиотку найдет, я хотела бы знать об этом. Если ее накажут, тем более. Была бы рада. И мне вот такие сообщения, много очень сообщений сбросили. Мало ли кто-то знает эту идиотку. Так, боже, как приятно слышать это от вас. В свой адрес. Спасибо тоже. Это Вика Бритвина. Бритвина, да? Не Бритвина, блин, Вика. Бритвина. А не Бривитина. Японашковлятина. Я заранее прошу прощения, как я прочитала. О, Яна. Так, о, Инночка, ждем видео уже с утра. Проверила, есть ли оно на канале. А мне так приятно, что вы ответили. День удался, ура. Я живу в Карелии. Тут у нас хорошо знают из ТикТока в основном. Знают о вас из ТикТока в основном. Все. Так, все. Там еще кто-то печатает. Я всем ответила. Так, Винсте всем. Блядь, я боюсь заходить в Одноклассники. Я боюсь заходить в ВКонтакте. Мне пока вот не до этого. Ой, мои дорогие. Ой. Обычно вот это вот я сообщение отвечаю, когда лежу. Проснусь и лежу в кровати. Время 10-13. У меня не у шубы рукав, блядь. Я вон сижу кофе пью. Ветер. Ветер, ветер, ты могучий. Ты гоняешь стаи пьетуч. Сейчас подключусь к ватсапу, к рабочему. Так, на сообщение о запросе. Блин, мне надо, знаете, чего? Я посуху отправляла в Грецию. А, блядь, не этот телефон. Я посуху отправляла в Грецию. И где она? До Софии она не дошла точно. До моей зрительницы. Халатик-то отправляла. Она точно не дошла, потому что Мне бы София высылала фото. Так, сейчас мы... Сейчас мы... Переписка. София. София Циколидова. Ой, как много. Или она изменила фотку. Пользователь Инстаграм. Альмат. Блядь, хочется отправить вам смс. Ну, прямо вот сейчас я хочу это читать. Так. Как мне найти переписку? Как мне найти среди вот этого огромного количества сообщений Сообщение Софии. Эээ... Я даже не помню. Блядь, какая-то моя аватарка была. Ведь я её должна узнать. Но там, блядь, столько сообщений. Да ёбнуться легче. Мамочки, две недели назад... Нет, я с ней раньше переписывалась. А, во-во-во-во, Сака Лидоу. А, я не так начала писать. Так, видите, сердечки мне послала. Так, сейчас мы. 23-го, 5-го апреля я ей писала про статус. Сейчас мы. Вот видите, как красиво. Жду вас в Греции. Меня везде ждут. Так, сейчас мы зайдем. Почта России. А какая разница? Почта отправишь, блядь, не почта. Вон, 28-го февраля электромашиностроительный отправил письмо. Машиностроительный отправил письмо в Германию. Но вернулось, не вручено. Моё, блядь, мой халатик где? Что, блядь, с компьютером? Ебаный, блядь. Я не знаю. Пойду открою, знаете что, балконную дверь, потому что, чтобы был приток свежего воздуха, оттуда дуть ниоткуда не может, потому что закрыты рамы-то у балкона. Нет, вы представляете? Потрясающе просто. Ебаный компьютер. Да, у нас счет в процессе восстановления. Вот она мне только что ответила девушка. Это там какой-то интернет. Так, да, у нас счет в процессе восстановления. Для заключения договора банковские реквизиты, они обязательны. Вы можете мне какой-то счет переделать? Любой, любой, например, счет вашей... А, нет. Счет на физлицо открыто не подойдет, только ИП. Я же указала там... Так. Получается, ждем реквизиты? Иначе никак. Блин. Думала обмануть программу и тут же начала думать, что не обманешь. Так, ох, блядь, восстановилась. Так, Почта России. Сейчас мы посмотрим. Так. Почта России. Отслеживание. Живание. Та девушка прислала сообщение, которая в полный рост. Так. Так. Сейчас мы посмотрим. Сейчас, сейчас, сейчас. Эм... Эйк. Угу. Так. Латинский... А, нет, я латинский не писала. Р. О. Блядь. Чё не пишется? Р. О. Блядь! Что такое? Чё-то выливается компьютер, я вообще не понимаю. Так. Р. О. Р. О. Так. Двести семьдесят четыре. Пятнадцать тринадцать. Р. Двести семьдесят четыре. Пятнадцать тринадцать. Тридцать. Р. Сейчас. Неудачная попытка вручения. Греция. Двадцать первого апреля. Прошло регистрацию в Греции. Шестнадцатого апреля. Начата обработка в Греции. Четырнадцатого апреля. Шестнадцатого апреля... Ой, какая прелесть! Мой халатик в Греции. Так, ну-ка, дайте-ка я сейчас щелкну ей. Ой, блядь. Так. Почта Греции. Ну, двадцать первого. Блин, как классно! Неудачная попытка вручения. Так, так, так. Сейчас я запишу голосовое. София, доброе утро. Хорошего вам дня. В общем, какая новость прекрасная. По... Блин, мой мини-пакетик, он в Греции уже. Началась в Греции обработка четырнадцатого апреля по статусам. Шестнадцатого апреля прошло регистрацию в Греции. А двадцать первого апреля в четырнадцать сорок три неудачная попытка вручения. Попробуйте, пожалуйста, на почту позвонить. Должен быть пакет. Необходимо будет назвать номер отправления. Ну, трек-номер, который я вам высылала. Ну-ка. София, доброе утро. Хорошего вам дня. В общем, какая... В общем, я на радостях наговорила так сбивчиво. Прям мысли в кучу не могу собрать. Записываю видео, сижу, пью кофе и радуюсь, что посылка уже в Греции. Ну, неудачная попытка вручения. Ну, может быть, вас дома не было. Может быть... Ну, не знаю почему. Короче, если есть какие-то вопросы возникли, пожалуйста, мне напишите. Но уже посылочка в Греции, в Греции, в Греции. Отлично просто. Ты-дын, 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 ты-дын. Представляете, я расскажу, когда я ее отправила. Мелкий пакет, 352 грамма. 18 марта я отправила, принято в отделение связи Камец Куральский. 18 марта, 21 апреля, ну, главное, Греция. Главное, Греция. Жди, мы обалденно. Обалденно. Кто там, блядь, написал? Это девушка, может быть? Да. Я просто забыла, на каком у нас этапе все это. Извините. А, ну вот, по поводу счета. Карту предприятия они высылали, все. Она забыла, на каком этапе. Пожалуйста, держите нас в курсе. Мы будем рады сотрудничеству, готовы к обсуждению. И вообще, насколько я помню, Ирина с вами беседовала о том, что договор интернет-магазина, чтобы возить на более выгодных условиях. Все, жду вашей обратной связи. Пожалуйста, получите банковские реквизиты и сразу же направляйте мне. Вот мой ватсап вот этот вот рабочий. И еще у меня адрес электронной почты. Точно так же, как у Иринки. Только у нее была и точка булыга, а у меня и точка судакова. Собачка с дек точка ру. Всего доброго, хорошего дня. Та-дам, 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 посылка в Греции. Есть кофе, я бы еще. Такие, такие люди классные. У меня, короче, кремом я намазала восемь раз. Восемь раз намазала кремом. Пойду-ка, маленечко, умою. Умою личико. Я два или три раза, сейчас крем начал проступать. Я два или три раза вышла из душа, намазала, он у меня впитался. Потом еще намазала кремом. Она же чистая. Вытру ей. Я одинаково стираю, что кухонные полотенца, что-то такие. Я только что ее достала, она чистенькая. Эти тряпочки мне Иринка выслала, Индра первая. Прокладывала этими тряпками бутылки, которые она мне выслала. Вот эти, помните, тарелки такие, бутылки. Чтобы они не подлились. Видите, да, какие у меня тарелки есть. Она там в пенопласт упаковывала, то-сё. Так, все, мои дорогие. Ставлю видео на загрузку. Время 11 час. Я занимаюсь работой. Знаете, да, потому что у меня два запланированных. Буду искать новых клиентов. Что-то мне интересно. Блин. Посылка в Греции. Вы мне электронку напишите, пожалуйста. Ну, я вот девушка, с которой я общаюсь. Подожди, я тебя напишу. Вот тут вот ее. Так. И точку. Так, все, мои дорогие. Начало рабочего дня. Люблю вас, целую. До встречи в следующих видео. О, спасибо. Ну-ка, блядь. Я сейчас отключу нахуй этот звук. Еще вот этот звук стоит. Так. Без звука. Один год. Без звука. Все. Кто не знает, как отключать звук в ватсапе. Я вам сейчас, блядь, покажу. Я бы просто сошла с ума. А, я в свой ватсап не зашла. Вообще. Я не зашла в свой ватсап. А кто-нибудь там вдруг что-нибудь написал? Вот, ждите. Почитаем вместе. Ох. Маша написала. Вчера отправлена из Яндекс.Сцена ссылка Анжела Америка. Кот, уйдите. Уйдите на работу. Ну, серьезно. Ну, блядь, ну ты уже. Ха-ха-ха-ха. Так. Это посмотрите, да? Он откусывал у бабы Вали. Че? Пасочки. Пасочки. Блин, я не знаю, что такое. Ха-ха-ха-ха. Сука, вот эти вот картинки. Так. У них добрая... У них добрая ночи. Моя дорогая добрая ночи. Если утром прослушаешь сообщение, то доброе утро. Обнимают свою. Сидите дома, берегите себя. Так. Если у нас время... У нас утро, у них ночь. Это же Америка. Проспект Победы. Так. Ну, тут это переписка. Ну-ка. У нас утро смотрела, еще даже не читали. Так. У меня же группа-то везде есть. Так. Настя Хабаровск. Показания. Доброе утро. Вот сижу, показания счетчика. Я тут записываюсь. Пойду в тетрадку вписывать. На первом этаже у нас лежит. Вот. И там тоже не забывайте. Настя, моя дорогая, дайте бог здоровья. Точно, точно. Конец месяца. Показания. Моя куколка. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо, спасибо. Так. У вас уже не доброе утро. В Хабаровске плюс пять. Обнимаю. Целую. Хорошего дня. Показания счетчика. Я сейчас тебе запишу. Показания счетчика. Так. Вот я вчера писала то, что мне нужно выполнить. Я все сделала. На работе была. В ДПД была. Волосы покрасила. Обзвонила запланированно. На почту сходила за Василько. С Юлией поговорила. Так. Показания. Так. Показания. Все, мои дорогие. О, видите, какой у меня Настя молодец. Доброе утро. Всем хорошего дня. Я, короче, я все, я начинаю работать. Деньги мне не просто так платят. Поверьте. Начальник с меня спросит. Показания.